Команде очень нужна поддержка. Лиги чемпионов, ну или хотя бы за выход в финал. Да, у Манчестер Сити такого в истории еще не было. И вот он новый вызов. Беллер рассекая волны, стремится к финалу Лиги Чемпионов. Что скажет Шалькин? Мягко говоря, экспериментальное сочетание в обороне. Да, может сыграть Данила в центре, а может сыграть и Уокер. Рык из Хорватии. Вот такая вот фамилия. Дополнительные судьи за воротами Николя Адано. За воротами, прошу прощения. Мы привык играть Доминика именно по такой оборонительной или где-то даже вариативной скорее схеме. Шальки создастся серьезные проблемы. Особенно учитывая то, что первая встреча завершилась со счетом 3-2 в поле. И Эмирик Лапортс номер 14, ЛК Гюндаган. Восьмой номер, подача тропную. Мяч в руках у ФР в феврале. Это выбор болельщиков клуба. Александра Зинченко можно только поздравить с тем, что все больше урон. Сборная Украины. Евгений Коноплянко, Александр Зинченко. Да, действительно так есть. Зинченко сейчас сделал передачу. Очень хороший на Дельзин Киркине. То у ЛК Гюндагана несколько иная история. Пока же Санэ зарабатывает, получает мяч, развивается атака правым флангом. И дальше подача. И мяч смахивает Сабернарду Сид. Кстати, Лерой Санэ делает передачу на Зинченко. Тот так решил прострелить штрафную передачу. Перехваченный шаг. Наверное, до конца все понимает только Доминика Тедеско. Если у него был обстоятельный разговор с руководством. В Сити на эту позицию он появился крайне редко. Но повышение, пойти. Штрафной удар, подача в штрафную. Вот момент, кажется, у Лерой Санэ. Три недели сегодня, поэтому справа играет на бровке Уэстон Маккенни. Санэ. Поле в Тоттенхэме. Они одно время формировали связку. Связку опорных полузащитников. Но, правда, это был... Ну, и Коноплянка им было. Могут убежать. Да, это скоростные футболисты. Но Абургшталер это звезда. А вот план тренеров. Тедеско Гвардиола. Кстати говоря, еще в прошлом вставке. Но это опыт. Доминик Тедеско всего 33 года. Арахим Стерлинг вырывается в штрафную передачу. И вот он должен... Или Стерлинг это еще... Если бы сейчас мяч оказался в сетке, игра взяла бы паузу. Очень трудно было сказать, кто был ближе к воротам Стамбурса. Наверное, в углу штрафной. Падает на газон. Но кажется, что там ничего криминального не было. А здесь все-таки фолк. Ой-ой-ой. После света Лиги Чемпионов, если помнить, и забивал, кстати говоря, на Уэмбле ворота Баварии. И был ближе к тому, что... Справа здесь Стерлинг получил мяч. Вот не точнее передачу сделал на Бернарда Сильву. И в итоге Бернарда. На Плянка. Любит он смещаться с фланга в центр и бить издали. Но в данном случае Бернарда продолжит атаку через пас. Атакуете, потому что все защитники центральные и высокие у шальки здесь. Штрафной. Но для этого мяч сначала подобрать надо. Тут по-прежнему... Первые голы за долгое время, имею в виду, не совсем первые в сезоне. Заброс на Боргшталера. Он должен вверху борьбу выигрывать. Но... Он смещается в центр, что будет делать дальше. Перевод мяча туда в штрафную. В команде Рафа Бенитос перед той игрой. Он сказал тогда, ребята, вы пропустите. Вы совершенно точно пропустили. И все эти перемещения на короткой дистанции, конечно, незначительные. Но, кажется, 30 метров Бодокер. Самый быстрый защитник английской премьер-лиги. Да, от него далеко не уйдешь. А щипка простреливает. Нет. В ситуации шальки пока не преобразовал в реальную атаку. Мне кажется, это говорит, в первую очередь, о той осторожной, чтобы догнать этот мяч. Доставить до него момент опасный. Хватает за плечо соперника сейчас Коноплиц. С этого матча позади. Зинченко забрасывает мяч в штрафную. Здорово, может быть, скидка. Могла бы Полученко здорово здесь. Нашел рывок Серкио Агуэра этой передачей. И, конечно, Агуэра должен был делать. Вернулся Агуэра. Передачу сделал. Диндаган забрал штрафную. А там что? Пенальти. Тема видеоассистента тренера. А здесь Джеффри Брума прихватил за грудь Бернарда Сильву, который до этого мяча, скорее всего, не добрался бы. Но, тем не менее, у него уже есть. Советовать ничего сегодня не надо. Перед чемпионатом мира. Все-таки вопрос. Посмотрим Агуэру. Итак, Эль Кун. Разбегу. Браво, волшебник. Браво, Серкио Агуэра. 24-й гол Агуэра в этом сезоне. И 5-й. 4-й, прошу прощения, в этом розыгрыше лиги чемпионов. Да, вот это уверенность, вот это клубнокровие. Поминку исполнил Серкио. Поминку. И Ферман, смотрите, прыгнул в левый от себя угол, но очень быстро понял, что не угадал. Все по классике. Сделал Аргентиня первым ударом в створ. Покажи Агуэра, в штрафной площади. Агуэра. Второй удар. А сейчас контратака шальки. Справа Эмбуло. Это Стамбули пошел вперед. Тут дар поворотом. Да, вот на штрафной. Пятка передачи на Агуэру. Дар поворотом. 2-0. 25-й гол в сезоне. И пятый в этом розыгрыше лиги чемпионов. Эль Кун Брависсимо. Как он нашел эту лазейку? Ну, как он туда мяч протолкнул? Объясните же мне, пожалуйста. Фантастика. Серки Агуэра. Пятый гол его уже в пятом матче. Лиги чемпионов этого сезона. Гол. Гол засчитан. 2-0. Да, кажется, что проиграть Сити на выезде не зазорно. Еще один голевой момент и еще один гол. Но проиграть не зазорно с каким счетом? Если здесь будет разгром, вероятно, отставка случится уже после манчестерского матча. А пока 3-0 в пользу Сити на 43-й минуте. Ну что, все очень плохо. Да, для Шальки и для Сити на ворот все просто прекрасно. И команда уже, я думаю, двумя ногами в четвертьфинале. Передачу Зинченко делает из глубины. Нет офсайда у Сане. Хайделя может быть уже и после этого матча на следующий день. Ара, Саров. Ну, в общем, популярная фамилия американская. Сане – это сенегальская фамилия, да? Сане – сенегалец. Бернард Сильв вот здесь, справа. Но играют без него. Это Стерлинг. Удар поворотом. На этот трансферман. Уже истекли. Но есть еще время у Манчестер-Сити организовать еще одну атаку. Сильва отыграл назад. Нет только голубой цвет. Но, тем не менее, футбол есть. Футбол всякое бывает. И чудеса в жизни. Первый, пока Сити атакует Стерлинг. У линии штрафной передачи делает Нали Роя. Сане тут бьет. С левой ноги попадает. Нет матча. Поэтому мы не можем узнать, будет ли футболист в Манчестер-Сити. Показан горчичник. И, кажется, это была лазерная указка, которая попала в лицо. Я тоже задался вопросом, что это было красное на лице. Да, почему бы и нет. Мурич, 49-й номер. Но это вратарь запасной. Он на поле сегодня не появится. Решел резервный арбитр. Он должен проследить за тем, чтобы кровь была остановлена. И вот еще один очень неприятный момент. Блокировать Винсент Компани. Значительно. Тренерского штаба сборной Бельгия рассказывали, как перед чемпионатом мира в России Винсент Компани. Заброс за спинозащитником выполнил. И снова Маккенни не удел. А Стерлинг открывался на пока еще одна атака Манчестер-Сити. Санэй входит в штрафную. Удар поворотом неточный. И вот она передача из глубины на Бургшталера. Тот в касание делает пас на бред. В составе Шанке Санэй. Выход 1 на 1. Санэй! Четыре ноги. По ТДСК. Да. Да, в сайт. Доменика в прошлом сезоне. Хорошо видно, что коленом и голеностопом правой ноги Лерой Санэй все-таки залез. Залегать. Поэтому будет знак. Да, это урок на будущее. Прострел. Четыре. Ноль. Теперь уже, наверное, гол не отменят. И тем не менее. Эльвин. Отменяют. Что ж такое? Это как Леонид Слуцкий говорит о том, что теперь, после того, как появилась технология ВАР, очень трудно сразу начать праздновать гол. Нужно подождать немножко. И так же теперь и комментатору. Прежде чем сказать 4-0, нужно немножко подождать. Я тоже думаю, что нет, потому что я сдержался в Стамбуле. В Стамбуле выставил ногу и, на мой взгляд, в свой персональный, да, можно побить, действительно. Пограли. Шахтер 6-0. Можно и Шальке тоже. Ждем этого повтора. Перевод мяча на правый фланг. Штрафной. Маккенни. Маккенни. Простреливает. Нет углового. В Манчестер-Сити. А до этого был воспитанником карти в Сити. И, собственно, им и является. Когда увидит, да, как он выглядит. Немножко удивится. Но он нечистый. И валится. Забирает фарман мяч в руке. У него маккенни. От Сити не собирается отдавать сопернику мяч. Чуть сильный получился от передачи. Тем не менее, аплодисментов из команды. Ю-17 выиграл чемпионат мира. За что и было удостово. Была молодежная сборная Англии, за которую, собственно, сейчас продолжает выступать. Ну и, как я уже говорил. Фодан. В Стамбуле против него. Но здесь мы видим, что, конечно, Кюндаган. Заброс мяча вперед. И в последний момент Зинченко смещается в центр. Регулярно он это делает, выступая на позиции крайнего защитника. Замена для Пепе Гвардиолы в этом матче. Эдерсон спокойно забирает мяч в руки и тут же начинает контратаку. Полуфинальные пары будут определяться. Вот в чем дело. Санэ. Передача назад. Удар. Гол. 5-0. Потрясающий пас Лерой Санэ. Великолепное завершение. Бернардо Сильвей. Да, красиво, как всегда. Все изящно, элегантно, легко и просто. Так кажется, по крайней мере, со стороны. На самом деле, это, конечно, мастерство. Ну и уровень сыгранности. Одна классная передача от Саши, заспенная защитником Шалькер. Ну, здесь абсолютно. А Манчестерский. Пинченко, Санэ. Открывается впереди. Фоден. И это 6-0. Повторение счета матча против Шахтера. Против Шахтера, против мальчика. Матч против Шахтера. Действительно. Брэйд Сити. Вернардо. Под удар передача. 7. 7. Это рекорд. Манчестер Сити бьет собственное достижение по результативности в матчах еврокубковых турниров. 7-0. Такого еще.